На фоне утвержденных в Душанбе мер по укреплению таджикско-афганской границы, из Кабула пришла новость о создании талибами регулярной армии Афганистана. Командующего пока не выбрали, кандидатур хватает. Правда, у этих кандидатур не всегда хватает терпения. ВВС со ссылкой на источник в Катаре сообщает, что зампремьера Бородар и министр по делам беженцев Хакани подрались прямо в президентском дворце Кабула. После чего Бородар таинственно исчез. Сегодня его обнаружили, но не афганцы, а удивленные читатели американского журнала Time. Бородар вошел в топ самых влиятельных персон в категории лидеры. Месяц движения Талибан запрещено в РФ контролирует страну. 15 августа боевики движения взяли столицу. Уж и новое правительство появилось на бумаге по крайней мере, но Исламский Эмират Афганистан все никак не может сформироваться, даже с допусками. Страна уже не живет по республиканским законам, но и новых юридических рамок пока не видно. Шариат везде разный, как это право видит новая власть Афганистана, пока не ясно. В афганском обществе при этом фантомные боли. 20 лет западного влияния оставили след, по крайней мере, в крупных городах. В разных афганских провинциях протестуют женщины, которые не желают жить по правилам талибов. Члены женской сборной Афганистана по футболу сбежали в Пакистан. Женский спорт мужчинам Эмирата не нужен. Впрочем, и многим женщинам тоже. В поддержку новых порядков также иногда митингуют. Протестуют и мужчины, бывшие военнослужащие республиканской армии вышли на улицы, потому что их принудительно выселяют. Причем многие из демонстрантов пуштуны. Новое правительство старательно формирует в Афганистане образ благополучного правоверного общества. В Гельменде прошел конкурс исламских поэтов. При этом аэропорт Кабула талибам вроде как удалось открыть, но восстанавливать регулярные сообщения с Афганистаном не спешат даже главные союзники новой афганской власти. Самолеты из Пакистана, Катара, Ирана прилетают периодически. Но это спецрейсы или гуманитарная помощь. Объемы помощи пока скорее символические. Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки, представитель талибов, даже попросил Всемирный банк, международные организации оказать поддержку в восстановлении страны в сфере здравоохранения, образования. Тем временем боевики новой афганской власти продолжают хвастать трофеями. В сети появились кадры из резиденции маршала Достума, который бежал из страны еще раньше, чем президент Гани. Выложили даже тактический ракетный комплекс «Луна-М» еще советского производства, правда, неизвестно, в каком состоянии баллистическая ракета. При этом вооруженные силы Эмирата до сих пор не сформированы, впрочем, как и другие силовые структуры, и мешают процессу внутреннее противоречие среди талибов.